Так, итак, мы въехали в национальный парк Синтра. У нас такая, как обычно, дикая экскурсия. Первая парковка. Видимо, остановились мы у водопада. Сейчас покажем, как выглядит первая парковка. Водушевляет здесь рельеф. Здесь шикарные камни, великолепные деревья. Ну и все, что вы здесь видите, абсолютно все, не важно, что это. Это реальная экзотика. Пошлите смотреть. Въезд в город Синтра. Так, заметили, курточку пришлось снять. В горах всегда так у подножья холодно. Наверху чуть стало солнышко. Реально жарко. Фух, во-первых, с дыхалочкой надо поработать. Сами понимаете, если кто-то имеет какие-то ограничения по здоровью, трудновато сюда ползти. Вот прям честно скажу. И с алкоголем тоже не шутите перед посещением этого замка. Ну, мы наконец-то добрались в эту гору. И сейчас зайдем в замок и посмотрим. Первые эмоции были от парка. Парк Синтра. Это одно из волшебнейших мест на планете Земля. И обязательно нужно его посетить. И мы уже подготовлены, эмоционально. Сейчас будем заходить в... Блин, сейчас говорю. А такие цветы передо мной, что просто швахка круто. Ладно. Мы идем в замок и покажем вам этот замок внутри. Сразу понимаю, поскольку мы находимся в Португалии, мы с тобой будем приезжать не один раз. Потому что здесь примерно на каждые 10 метров такой эмоциональный всплеск. Так все это хочется прощупать, просмотреть, потрогать. Это нереально круто. Вот прям нереально. Почему? Потому что это еще находится на горе. Знаете, чем выше в горе, тем эйфория у человека получается. И выглядит, конечно, все зачетнее в разы. Ну, виды прикольные, но надо не забывать то количество туристов, которые хотят посетить это замечательное место. И локтями придется потолкаться. Мы приехали сюда 8, не спасает. Покажу вам зачетную башенку. Это башенка охранника. Эти башенки, их в Испании тоже можно встречать. Понятно, что люди были нерослые. Я сюда не могу залезть. Ну, не похож я на ихнего охранника. Но вот человек имел здесь абразуру. Он мог отстреливаться и видеть со всей стороны. Но она в основном не оборонительная, конечно. Она надзорная, надзирательная башня. В этом помещении видно, что этот замок фактически врезан в скалу. И он построен не на скале, а на скале. И внутри помещения есть камни. Так часто бывает в Испании, но и в Португалии старые постройки считают каким-то даже шиком. Здесь можно видеть, как опочивала королевская семья. Мне нравится шикарный вид. Тут выход на балкончик и просто шикарный вид на океан. И вот в этой части видно столовое серебро, фарфор. И вообще, как ребята, неплохо жили. Мне приказывают. Что, шикарный балкончик такой. Опять же, гуляя по этим замкам, смотришь, что все короли любят когда-то тоже здесь бывали. И кто с кого содрал, не знаю. Мне кое-какие вещи здесь понравились. Я кое-что даже могу сравнить, допустим, с замком Нью-Шуэйнштейн. Ну, или отдельными там испанскими замками. Вот такая ванна императорская. И в ней как бы сам король принимал ванные процедуры. После такой замечательной ванны а-ля душ, можно было посидеть в таком кресле, привести себя в порядок замечательно и отправиться дальше. Прикольная ванная комната, шикарная металкома. Впечатление, мешая те очереди, которые себя преследуют. Народа здесь несколько тысяч. И за любой достопримечательностью надо обстоять очереди. Ну, такое уже часто бывает в замке. Тем более, замки не были рассчитаны на такое огромное количество людей. Хозяйский туалет. Еще одна ванная комната, очень интересная. Отделка дерева, вид из окна и освещение только свечами. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Нет, скорее всего, на камеру. Если это чувствительная камера, ты ее глушишь. Гулять здесь на самом деле обломно без экскурсовода, потому что, как во всех таких знаковых замках, здесь народ просто гонит. И тебя очередь подталкивает, и ты должен идти, идти, идти. Чего здесь не хватает, это радиогида. Если бы здесь был радиогид, как во всех цивилизованных местах, это было бы очень круто. А сейчас либо ты берешь дорогого экскурсовода, либо изучаешь каким-то образом это сам. И просто смотришь тупо вот на какие-то вещи. Сейчас я нахожусь в замке Пена, и я увидел вот такую замечательную вещь. То есть у них есть проблемы с вентиляцией. И как они решали проблему с вентиляцией раньше. То есть сейчас я живу в определенных апартаментах, недалеко от океана. И я испытываю такую вещь, что когда я сплю, то когда я просыпаюсь, я вижу конденсат на окнах. И его настолько много, что никогда в мире ни в одной стране не было такое количество. То есть конденсата может быть литра полтора-два за ночь. И вот как эту проблему решали раньше в Португалии, ну, в старые времена. Сейчас покажу. Это ложили вот такую подушечку. То есть другими словами они особо не заморачивались такими вещами, как шумоизоляция, вентиляция. И решали их простыми бытовыми способами. И надо сказать, решают их до сих пор. Ну и, конечно же, королевская кухня. Уж как без нее. Ну что, замок действительно прикольный. И здесь абсолютно все интересно. Единственное, что меня бесит, неорганизованность. Знаете, в этом замке столько много роскоши, что они попросту не заморачиваются. А по Европе достаточно замков, в которых смотреть нечего. И там приходится брать креативом. Что я имею в виду? То есть почему бы здесь не разбить все на секторы и людям не дать радиогид на всех языках. И они бы тогда спокойно бы ходили, спокойно бы смотрели. А сейчас просто здесь всего много, эмоций много. Люди на взводе. Все как бы в шоке культурном таком пребывают. И эмоций много, толкотни много, народу много. А информации ценнейшие мало. Если брать сюда гида, насколько я понимаю, это на группу стоит в районе 500-300 евро. И поэтому, да, с гидом здесь хорошо. Если получится, мы так и сделаем в следующий раз. Если нет, то просто надо где-то что-то читать. Но ты не сможешь прочитать такой большой объем информации о каждой вещи, которая здесь находится. Есть минусы и есть плюсы. Вот в этом я разочарован, что ты приходишь в самое волшебное место на земле, а оно не подготовлено для встречи с тобой. Вот это вот печальный факт. Но здесь на замковой стене тоже самое главное не столкнуть какого-нибудь китайца вниз. Мне кажется, здесь экзотики разные хватает. И очень прикольно все. Шикарная штука приехать сюда с детьми. По-моему, просто круто. Здесь на каждом углу тебя ждут какие-то такие вещи, которых, ну, никогда ты в жизни не увидишь. Эмоции здесь все. И эмоции из-за высоты, и эмоции из-за запахов, которые здесь в округе. Из-за цветовой палитры, и из-за того, как это выглядит. Знаете, как солнце здесь по-особенному немножко падает на все предметы. И ощущения у человека неместного, конечно же, здесь разные. Это прям чувствуется. Смотрите, как выглядит замок у подножья. Хотя мы были наверху замка, но каким-то легким движением руки спустились вот вниз к подножью. Гулять так гулять, когда ты еще посидишь на краю пропасти, на замковой. Выглядит, по-моему, шваха круто. И таких поворотов здесь много. Здесь куча разных туристов, и они рассеиваются, потому что не всех на эту кремлевскую стену хватает. И здесь можно истинно покайфовать. Я знаю, вот я туда хочу захотел больше, чем туда. Весарайс наконец-то сападоли. Ха-ха-ха. 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 Ха-ха-ха-ха. 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 Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Здесь очень прикольно в том, что здесь все из ожилежу. Это из ростовой плитки сделано. И это на этом сооружении 1650 года, не знаю, сколько это лет, но в 1650 году, если люди могли делать вот такое, это просто блатание фантастики. То есть сегодняшний человек это вряд ли его смог повторить. Экопала, которая находится за моей спиной, была закончена в 1535 году. И я сделал итальянский скульптор, и посвящена она именно библейским сюжетам, разумеется. Библейский сюжет – это исход христиан из Египта. И вся эта капелла посвящена именно этому. В таком состоянии, понятно, что здесь нет никакого неотопления, и влажность довольно высокая, но состояние, в котором она сохранена, оно просто шло мое ощущение. Весь день здесь мы поняли, как это работает. Оказывается, на входе нужно было скачать себе программку, и в этой программке ты набираешь код. Например, ты зашел в Коппеллу, здесь код 139 набираешь, и с твоего телефона по этой программе ты можешь понять, в каком месте ты находишься, и что ты именно видишь. Но тот поток людей, которые здесь идут, он довольно большой, и все равно некомфортно. Если бы у тебя был радиогид, а не каждый раз ты бы скачивал, ну это не очень удобно. Ну, по крайней мере, здесь художе что-то для этого сделать. Блин, как вот вживую реально выглядит этот витраж, витражное окно, это просто непередаваемое ощущение. Такой кайф, такой насыщенный цвет, просто шок какой-то. Сочетно. Как работает замок Пена? Сначала вы получаете культурный шок от увиденного, то есть сейчас мы посетили Коппеллу, и это был шок. И когда мы выходим отсюда, вот смотрите, где расположена моя нога, и где расположен бортик. Видите, бортик, и вот моя нога. То есть я фактически в шаге от пропасти. И когда ты выходишь, смотри, какой замечательный вид, и внизу ты находишься все-таки на горе. То есть один неверный шаг, и на самом деле ты можешь упасть. Вот, например, как вот здесь я. Ну что же, на этом наше посещение замка Пена заканчивается. На самом деле здесь был радиогид, но он был на английском и на португальском, что нам было некомфортно. В целом, даже если это было не информативное видео, по крайней мере вы увидели визуально, стоит ли вам посещать замечательное место, и ориентировочно на посещение на одного человека уходит 14 евро, и примерно в районе 2-2,5 часа уходит на замок. Мы приехали рано с утра, это был не сезон, но здесь настолько шикарное впечатление, что то количество эмоций, которые вы получили здесь, я думаю, это хватит надолго. Можно сравнить его примерно с замком Сан-Мишень, который находится в Париже, Ну и Швейнштейн, например, как находится в Германии, либо Пилсрундлский дворец с его архитектурным парком в Латвии. Замечательная вещь, и если вы увлекаетесь архитектурой, и вам нравятся замки, непременно посетите это место. На сегодня это все. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok